МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня в студии Евгений Луковкин. Смотрите сегодня в программе. Надежный противовирусный щит. В Москве завершились клинические испытания вакцины от ковида. В октябре начнется массовое прививание на добровольной основе. Первые на очереди медики и педагоги. Для москвичей все бесплатно, для жителей других регионов пока неизвестно. Готовность региона к большой вакцинации. Безлимит по городу за 1600. Около 3000 производителей мы продавали в среднем в месяц на трамвай-троллей. То на сегодняшний день пока продали, скажем так, мало, около десятка проездных билетов. Новый проездной. Насколько это выгодно? Путешествие по Ульяновской области. Внутренний туризм Ульяновской области, он сейчас пользуется спросом. Вот. И как бы национальный парк посещает большее количество людей, нежели чем было в прошлом году. То есть для нас это сыграло в своем вроде как бы положительный момент. Лучшие дома. Все интересное здесь. Более 6000 предписаний на сумму около 300 миллионов рублей. Таков итог несоблюдения перчаточно-масочного режима торговыми предприятиями Москвы. Информация федеральных информагентств. Кроме того, из-за многочисленных нарушений закрыто два магазина. Не на совсем, а только до исправления обстановки. В нашем же регионе с начала августа режим повышенной готовности получил новые послабления. Разрешена работа кинотеатров, правда, при соблюдении всех мер безопасности. А вот с массовыми мероприятиями пока придется повременить до конца месяца. И все же жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Ожидание и реальность сопоставляла Вера Мещеркова. Весной этого года кинотеатры всего мира поставили кинопоказы на паузу. Посмотреть премьеры можно было только в домашних условиях. Истинные ценители искусства без новинок не остались, но атмосфера, увы, не та. Со 2 августа ульяновские зрители смогут наконец-то вернуться в любимые залы и частично погрузиться в долгожданную атмосферу. Частично, потому что до полного снятия ограничений еще далеко. Эксперты все еще не отменили прогноз второй волны. Ее ожидают осенью, но при разумной осторожности дают зеленый свет, свет у голубых экранов. Увеличивается количество времени между сеансами, перерыв между сеансами. Это наличие средств индивидуальной защиты как у сотрудников кинотеатров, так и у зрителей. Это более частая санитарная обработка помещений. Рассадка зрителей предусмотрена в шахматном порядке с соблюдением безопасного расстояния не менее 1 метра. Запускается рассадка зрителей вместе, рядом, если это члены одной семьи или совместно проживающие. Фанаты сетуют. Премьеры традиционных летних блокбастеров отложены до полной победы над вирусом. Остальных ждут залы в шести районах области, в том числе в Ульяновске. Буфеты пока останутся закрытыми. Запастись придется не попкорным, а терпением. Пока одни запреты постепенно снимаются, проверяющие возобновляют контроль за соблюдением основных на появление в общественных местах в защитных масках и перчатках. Власти Москвы взялись пресечь неофициальное окончание пандемии. Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок. В результате штрафы нерадивым торговцам. Что у нас? Здравствуйте, а скажите, вы обычно как масочка соблюдаете, перчаточки носите в магазине? Относительно. А вообще как в магазинах? Обслуживают без масок, без перчаток? Где как? В основном запрещают. Покупатели у нас с пониманием относятся ко всему. Приходят у входа, у нас есть санобработка рук, перчатки, пакетики у входа лежат. Можно взять маску и спокойно пройти в магазин. Поэтому у нас все соблюдается, как обычно. Себе дороже. Небольшие магазины и большие штрафы не потянут. Соблюдай волей-неволей. К сетям крупным внимания больше. Проверка может нагрянуть в любой день и время. Прекупреждаем, что нужно защищать себя, соблюдать дистанцию, одевать также маски, перчатки. Периодически меняется видео объявление о том, что оденьте, пожалуйста, маски. Но покупатели как бы по-всякому реагируют. Потому что были многие послабления, и также мы снимали уже и перчатки. То есть реакция бывает всякая. Кто-то понимает, кто-то нет. Но тем не менее, как бы просим одеть, поскольку есть указ губернатора. Явное недовольство и тайные покупатели. Магазины под двойным обстрелом. Послабление режима не означает, что к здоровью можно относиться наплевательски. Вирус все еще не отступил. Иммунитета к нему у населения нет. Скорее всего, необходимые аксессуары, маски, перчатки будут актуальны до конца вакцинации. Ее, кстати, наметили на октябрь. Вера Мещерякова, Вахтияр Салтанов, репортер 73. Более 9 тысяч заражений, 73 смерти, около 7 тысяч выздоровевших. Статистика по коронавирусу на сегодня Ульяновской области. В большинстве случаев болезнь протекает, как простуда. У кого-то бессимптомно, но для некоторых ковид становится палачом. Врачи продолжают бороться за жизнь каждого пациента, надеясь на скорую вакцинацию от вируса 2020. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину уже разработали и протестировали. Когда именно можно сделать укол и сколько он будет стоить? Об этом в нашем следующем материале. Мы сейчас вот в 10 вечера собрали быстренько манавки и будем бежать отсюда. Вот, транспорт готов. Паника, как цунами, накрыла Вьетнам после объявления о выявленном коронавирусе нового типа. Он якобы более агрессивный, распространяется мгновенно, лекарств против него нет. С прежним штаммом не так давно стали справляться мировые специалисты. Создали вакцину. В России опыт переняли, разработали и уже провели клинические испытания. Сейчас идет подготовка документов для экспертизы. Предприятия готовятся к тиражированию и производству уже массовой вакцины. В Москве завершились клинические испытания вакцины от ковида. В октябре начнется массовое прививание на добровольной основе. Первые на очереди медики и педагоги. Для москвичей все бесплатно, для жителей других регионов пока неизвестно. Владимир Путин заявил, что торопиться в таком деле не стоит. К нему нужно подойти взвешенно и аккуратно. Уверенность в вакцине должна быть абсолютная. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса. Вы будете вакцинироваться? Нет. Почему? Не знаю, я услышал то, что говорили. Якобы там отслеживаться как-то это все будет. И якобы там около до 60 лет, что ли, там доживет человек. Прививание и чипирование в одном уколе. Такой миф сейчас распространяется в интернете. Страхов много, ответ один – бояться нечего. Эффективность вакцин научно доказана. Первыми пойдут антитела класса иммуноглобулинов М, а потом уже где-то через 14-21 день уже идет хорошая выработка защитных антител класса G, которые будут сохраняться уже длительно, многие годы. И благодаря этому получится так, что когда та популяция людей, которая будет вакцинирована против нового типа коронавирусной инфекции, мы как раз будем иметь защитные антитела. Уколы от проблемы 2020-го многие ульяновцы ждут. Врачам доверяют, за здоровье переживают. По словам экспертов, после вакцины может быть небольшое недомогание, но не у всех. Зато иммунитет приобретет своего рода пронежилет. Однажды я не сделал еще от гриппа. Пришло к тому, что я заболел серьезно. У меня процесс почти воспаления легкий был. Поэтому после этого я сделал определенный вывод, что надо вакцинацию делать обязательно. Это только для себя и для своих близких. Россияне на низком старте врачи ждут официальной отмашки и планы вакцинации. В ульяновском Минздраве эту тему комментировать отказались. Никакой информации нет. Пока антитела не вышли на передовую, жители просят самих защищаться от невидимого врага. Еще раз всем говорю, что нужно соблюдать масочно-перчаточный режим. Нужно обязательно избегать контактов с большим количеством людей. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Тогда положительный результат радует. Программа формирования комфортной городской среды уже несколько лет преображает публичное пространство и дворы региона. В области стартовала тематическая неделя нацпроекта «Жилье и городская среда», перекликающаяся с федеральной программой благоустройства. До 1 сентября обустройство всех объектов должно завершиться. Пока выполнено 58% намеченных работ. Одна из облагороженных территорий, где изменения заметны невооруженным глазом, первая в регионе – конструктор парк «Механика» на месте Петрова оврага в Заволжье. Возродить движение, название и концепцию конструктор парка «Механика» предложили ульяновские ночные волки. Петров овраг – площадка обкатанная. Раньше здесь проходили соревнования по авто и мотокроссу. Но до осени прошлого года место пребывало в удручающем состоянии. Сейчас мы здесь все это вычистили, оградили территорию, установили новое современное освещение по всему периметру, установили вот этот прекрасный спуск и уже проводим здесь соревнования. В том году мы проводили мотокросс. Этап один. В этом году мы тоже запланировали проведение мотокросса. В 2019-м возрождающийся парк стал частью Прибрежного. В этом году вошел в федеральную программу благоустройства и получил 14 миллионов на развитие инфраструктуры. Помимо трассы и обновленного освещения по периметру, здесь планируется обустроить сцену и трибуны для зрителей. В следующем году предполагается и развитие всех зон, которые в этом парке есть. И зимой это катки, тюбинговые трассы, волейбольные детские площадки. То есть это будет полноценный парк для занятия всеми видом спорта, который связан только с телом, но и с техникой, с сопроводачей человека. Велосипеды, мотоциклы, автомобили – все может быть здесь. Примеры того, как общественная инициатива нашла поддержку – это не только пространство для массового досуга. Комфортная среда входит во дворы ульяновцев. С момента постройки пятиэтажки на 40-летие октября на прилегающей территории первый серьезный ремонт. Да, двор очень хороший, преобразился. Здесь очень хорошие площадки. Раньше была только качель, а сейчас и горку сделали, все сделали. Я хотела поблагодарить старшую по дому, Нину Винаминовну. Она очень хорошая. И дорогу нам сделали. Все очень хорошо. Вступила в силу и показала свое лицо программа по благоустройству дворов. Много адресов попали в этот адресный перечень. Заявки подавали мы совместно с председателями советов домов для участия в данной программе. Ну, немного подождали два года, и вот у нас все случилось. Можно обратиться через управляющую организацию, а можно напрямую, если ответственность за территорию на себя взяли сами жители. Для ТОС «Адмирал» обустраивать двор – дело привычное. В программу благоустройства вступили в полном единодушии. Вот где машины стоят, вот здесь дорогу, полотно заменили, заменили, где у мусорки полотно полностью. Потом сделали дополнительно пешеходный, ну, как пешеходный, и велодорожки для детей, чтобы катались они здесь на велосипедах дети. Удобно было. На этом тоже решили не останавливаться в планах обновить детскую площадку. Когда появится подходящая программа, незамедлительно выйдут на старт. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Население России с начала года уменьшилось более чем на 160 тысяч человек. Динамика снижения затормозилась по сравнению со скоростью убыли в 2019-м, но еще не обновилась с учетом последствий коронавируса. Но даже без эпидемии нас становится меньше год от года. Поддержка многодетных семей, просто молодых родителей, привлечение соотечественников из-за рубежа, иностранные рабочие силы с прицелом на ассимиляцию государственных программ по сокращению сокращения становится все больше. Мы вышли на улицу Ульяновска и выяснили, что об этом думают жители областной столицы. Какие рецепты выхода из демкризиса предлагают ответы в нашей постоянной рубрике «Глаз народа». Это, по-моему, нормально, если кто-то уезжает, кто-то приезжает, и, соответственно, кто-то ищет какие-то новые места проживания, включая интересы в работе, чтобы устроить, реализоваться. Поднять зарплату, муж говорит. Нету зарплаты в городе. Люди в Москве, в Питере работают, в Казани. В городе нет молодежи работы. Рожать больше? Хорошо. Разножаться. Наверное, созданием комфортных условий для работы прежде всего. Тогда и молодежь не будет уезжать. Работа, зарплата, интересная зарплата, интересная работа. Только так можно удержать молодежь. Ну, а мы, пенсионеры, будем верны в Ульяновской области. Будем по мере сил помогать восстанавливать численность населения, внуков воспитывать. Побольше платить молодым мамочкам, чтобы они рожали побольше. Повысить зарплаты, наверное. Повысить зарплаты, улучшить инфраструктуру города. Поднять экономику, сделать зарплаты выше. Развивать экономику Ульяновской области, чтобы были рабочие места. Больше рабочих мест организовать и для молодежи, чтобы были перспективы и карьерный рост. Ну, это нужно, во-первых, возрождать духовность в первую очередь. Потому что основа всего человеческое нравственное содержание духовное. Наверное, какие-то дополнительные рабочие места организовывать, чтобы люди, наоборот, хотели приезжать сюда. Более комфортные, наверное, для молодежи в первую очередь. Я считаю, что благодаря экономическому росту области и благодаря тому, что у нас все-таки выплачивают и пособие, и помощь оказывают многодетным семьям, я думаю, что все будет хорошо. В Ульяновске в который раз пытаются оживить общественный транспорт, закупают современные вагоны, разрабатывают привлекательные тарифы для проездных билетов. Задача – вернуть трамваям и троллейбусам прежнюю популярность, как в годы, когда маршрутки еще не заполонили все направления. И, конечно, пополнить бюджет муниципалитета. Так, например, с 1 августа запущен новый тариф – гражданский. 1 600 рублей и месячный пропуск на безлимитный проезд во всех видах общественного транспорта у вас в кармане. Экономно ли? Вопрос. Деньги на проезд посчитал Максим Бажанов. 1 600 рублей за проездной. Много это или мало? По сути, среднестатистический человек ездит два раза в день на общественном транспорте. Сколько это будет в деньгах? Давайте попробуем посчитать. Мы возьмем 31 день, это как бы месяц, и умножим на 47 рублей. Это тот максимум, который можно заплатить сейчас за общественный транспорт. Посмотрим, получается полторы тысячи рублей. Практически полторы тысячи рублей. Так в чем же выгода проездного? Может быть, люди ездят больше двух раз? Два-три раза точно. Ну, два раза, если выезжаете, то два раза. Утром и с работы идут. То есть где-то примерно по два раза в день? Да. В профильной организации считают иначе. Дважды в день на работу и до дома ездит только 20% населения города. Да. Большинство же совершают более 100 поездок в месяц. Этот проездной рассчитан минимум на 80. В этом и есть выгода. Плюс новый тариф открывает возможности пользоваться не только трамваями и троллейбусами, но и городскими и пригородными автобусами по ТП-1. Пригород – это, например, те маршруты, это как вот, например, в Карлинское, Варское, то есть 31-й, 66-й. Он на 30-й маршрут распространяется. На сегодняшний день уже поступают вопросы от жителей, можно ли на них ездить в сады. Нет, нельзя. Перевозчики уверены, новый тариф повысит удобство транспортного обслуживания. По единому проездному теперь можно будет добраться в любой конец города. Однако пока что пассажиры покупать новые проездные не торопятся. Около трех тысяч проездных мы продавали в среднем в месяц на трамвай-троллейбус. То на сегодняшний день пока продали, скажем так, мало, около десятка проездных билетов. Но я думаю, сейчас после окончания пандемии этот вид проездного билета будет востребован для жителей города Ульяновска. В любом случае своего потребителя проездной найдет. Возможно, пока что многие просто не знают о новом тарифе. Транспортную карту можно получить в любом отделе РИЦ. Ее стоимость 100 рублей, помимо тариф на 1600. Пополнить счет карты можно там же, а еще на почте России. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Мировое движение WorldSkills на оригинальном уровне в новом, модном, дистанционно-очном формате. Молодые профессионалы запускают в Ульяновске отборочные соревнования для участия в финале 8-го национального чемпионата. Все этапы пройдут с 1-го по 20-е августа, а победители сразу попадают во всероссийский финал, минуя дополнительные испытания. В этот раз на площадке сошлись молодые мастера сварочных технологий. Варить Вадим любит и делает это с удовольствием, но не каши и супы, а металл. Молодой мастер обучался ремеслу лучших экспертов. И, наконец, пришло время явить себя миру во всей красе. Самый масштабный 8-й национальный чемпионат. Молодые профессионалы 2020 года осуществил заветную мечту. Сегодня проходил конкурс. Начинался он в 9. Варили 4 часа. Варили 2 пластины, 1 тавр трубу. Готовился к этому где-то полтора года. Справился нормально. В этом году участники показывают свое умение онлайн. За платформой все время бдительно наблюдает технический эксперт. А за трансляцией следят из главного штаба. В случае, если получались бы какие-то поломки, неисправность оборудования, то мне нужно было бы устранить их в кратчайший срок, чтобы участник у нас не терял времени. Ну, правда, на тот период, если оборудование выходило из строя, у участника, конечно, останавливалось бы время. Современные сварочные аппараты скорее похожи на девайс из фантастического фильма или игры про космос. Конечно, в арсенале встречаются и доисторические экспонаты. Но цифровые технологии все же взяли свое и изменили профессию до неузнаваемости. Сложная техника и огромная ответственность. Для конкурсантов работа начинается задолго до старта. Наладка и знакомство с оборудованием, изучение технического регламента, техники безопасности и финальное повторение основных правил состязания. В этот раз у нас конкурс прошел без поломок. То есть положенное время участник у нас отработал без остановок по вине оборудования. В принципе, участник даже закончил раньше времени, чем отпускался на выполнение данного модуля. Запечатанную коробку с произведенной конкурсантом деталью отправят из Ульяновска напрямую в Томск главному эксперту на оценку. Дальше победить и в финал. Торжественная церемония, открытие которого пройдет 6 сентября 2020 года. Павел Патриков, Валерий Кулачков, репортер 73. Школьный режим в 2020 в новом учебном году претерпит ряд важнейших изменений. Во-первых, обязательной станет термометрия на входе. Во-вторых, переходы из класса в класс прекратятся. Отныне перемещаться будут исключительно педагоги, тогда как сами ученики останутся в одном помещении. Перемены как режимный момент сохраняются, но каждый класс отдыхает отдельно. А те, кто за три недели до предвкушает, как оно будет, материал Татьяны Домодановой. Дай маме лапу. Молодец. А голос? Ну-ка голос. Голос, Филя. Голос. Молодец. Молодец. Сестры и неразлучные подруги. Настя с Таней плюс питомец Филя. Прошлые учебные заканчивали вместе в домашних стенах. Благо есть планшет и компьютер. А новый девочки все-таки рассчитывают начать порозень в традиционных школьных условиях. Я помню, я чем-то заболела. Мне всегда делали в день при... ну, укол. Укол. Мы полечили тебя, да? У тебя лечили. Вот чтобы опять так не заболеть, мы решили с тобой, что лучше делать заранее прививки. Да? Настя и Таня перешли в 6-й и 5-й классы. А для Айгель 1-е сентября. Во всех смыслах первое. Родительское сообщество в волнениях заблаговременно. Неужто ждет школа онлайн? Социализация, воспитание, дружба вряд ли можно передать через экран. И мы абсолютно уверены в том, что дистант никогда не заменит классического образования, но и не уйдет совсем. Это будет дополнительный ресурс. Так что на первосентябрьскую линейку с цветами и надеждами на благополучную санопид-ситуацию. Соскучились в равной степени и дети, и учителя. Тем более школы и гимназии региона заметно преобразились. Более 800 миллионов рублей потрачено на ремонт. Сумма вдвое больше прошлогодней. Да и времени с запасом. Некоторые учебные заведения вошли в процесс еще в мае. Здравия, я хочу. В 62-й общеобразовательной работа кипит, но финал очевиден. Ключевые системы под замену. Спортзал доводят до ума. Актовый уже с иголочки. Устаревшие роутеры долой. Новой интернет-линии добро пожаловать. В 2020-м школа займется реализацией особого проекта. Муниципальное электронное образование. Проект, который обеспечивает единую площадку электронную для дистанционного обучения. То есть он позволяет уйти от тех недостатков нашего нынешнего электронного обучения, когда было очень много разных электронных площадок. И с ними это было очень трудоемко, потому что детям приходилось совершенно на разных площадках искать информацию. Это своего рода страховка на случай разгола вируса. При необходимости в онлайн уйдут быстро и качественно. Но искренне надеются, что до этого не дойдет. И усиленного соблюдения санопедрежима вкупе с личной ответственностью будет достаточно. Татьяна Домоданова, Бахтияр Салтанов и Геннадий Бухтаяров. Репортер 73. Отдых в пределах родной державы. Лето 2020 помогло россиянам открыть для себя красоты своей страны. Гигантские просторы, объехать и осмотреть которые вряд ли получится за один сезон. Замглавы федерального правительства Дмитрий Чернышенко отметил, внутренний туризм в России в условиях пандемии имеет минимум десятикратный потенциал роста. Какие места и маршруты в Ульяновской области почувствовали приток туристов, этим летом расскажет Елена Павлунина. Все самое интересное здесь, так скажет руководитель любого музея или памятного места. Таких в Ульяновской области не счесть, но мы предпочитаем любоваться красотами других стран. Пандемия вернула всех по домам. Это лето многие жители региона потратили на изучение удивительных мест родной земли. Простор и простые красоты. 50-й национальный парк России Сенгелеевские горы сегодня полон туристов. Изучают местную природу и поражаются ее многообразию и стойкости. Чабрец и дикий лук растут на каменистых склонах. Сурки прорезают ходами меловые холмы. Ветер на вершинах и первозданная тишина в ложбинных каменистых степей. По количеству полученных разрешений и по отметкам в социальных сетях я могу сказать, что внутренний туризм Ульяновской области сейчас пользуется спросом. И национальный парк посещает большее количество людей, нежели чем было в прошлом году. То есть для нас это сыграло в своем вроде положительный момент. Из Ульяновской Швейцарии в синистые леса Барышского района. Акшуасский дендропарк – лесопитомник с экзотическими породами деревьев и кустарников. В доме музея Владимира Поливанова, основателя дендропарка, музей с мастерскими уникального для современной России промысла – лозоплетения. Наш музей посещаем, мы никогда не страдаем от недостатка туристов. Но, конечно, в последние годы мы заметили, что интерес к внутреннему туризму, он увеличивается. Во время пандемии мы поняли, что работа онлайн и работа в музее надо совмещать. Потому что количество посетителей, судя по просмотрам, оно не уменьшилось. За самым дальним прошлым на территории Ульяновской области добро пожаловать в Ундоровский палеонтологический музей. Миллионы лет на обрывах волжских склонов, останки моллюсков, ихтиозавров и плеозавров. Основа коллекции – минеральные воды, известные далеко за пределами нашей области. Приятное дополнение после путешествия по геопарку Ундория. В период пандемии нет хода без добра, но посещение, обращение внимания на музеи среди жителей нашего региона, среди жителей соседних регионов усилилось. Коронавирус приостановил работу музеев, но также дал шанс развитию местной туристической отрасли. Ульяновская область полна географических красот, уникальных уголков с первозданной природой, интересных промыслов, удивительных, неравнодушных людей, которые радостно примут гостей. Елена Павлунина, Константин Никитин, репортер 73. Эрозия, инфекции, боль, бесплодие. Развяжи проблему. Прием гинеколога 350 рублей. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Современные методы омоложения. Удаление пигментации. Развяжи проблему. Прием косметолога бесплатно. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Лечение геморроя, трещин, свища. Развяжи проблему. Первичный прием проктолога 350 рублей. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Импотенция. Цистит, простатит, бесплодие. Развяжи проблему. Первичный прием у уролога за 350 рублей. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. 9. Читайте в новом выпуске аргументов и фактов. Главная тема этого номера – какой цвет важнее? И победит ли расизм в Америке? На первой плате регионального выпуска расследование о том, что же строят в пойме реки Свияги, где ульяновцы давно завели собственные огородики. На второй странице о драке в законодательном собрании Ульяновской области. Кто и зачем устроил депутатскую рукопашную? Возь этого номера Илья Семенкин. Ветеринар из-за Свияжи рассказывает, плачут ли кошки и собаки, стоит ли завозить экзотов, а также есть ли понимание между человеком и животными. В рубрике «Ваше здоровье» продолжаем готовить шкалеров к 1 сентября. Рассказываем, в каких медцентрах смогут осмотреть ребенка к школе и как правильно подобрать ранец. Здесь же советы психолога, как ухаживать за больными коронавирусом и надо ли бояться гепатита. И по традиции в номере программа передачи телеканал «Репортер 73», который смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортер 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Реальность сама складывает картину дня.